Города на планете становятся все крупнее, а жизнь в них все комфортнее. Но иногда человеку просто необходимо сбегать от цивилизации с ее всяческими удобствами. Туда, где вода течет, не из водопроводного крана, а из ручья. Да и обед варится не в мультиварке, а в котелке. Решил убежать на недельку из города и наш друг Виктор. Истинный горожанин до мозга костей. Ему очень хотелось почувствовать себя настоящим бойскаутом, а потом вернуться в город уставшим, но весьма довольным, с горящим и ясным взором. А еще, чтобы потом авторитетно рассказывать друзьям истории, полные приключений, о своей жизни дикарем. Однако, будучи офисным работником, без туристического опыта, Виктор имел крайне туманные представления о том, как же походная жизнь должна выглядеть. А выглядеть она совсем скоро начала довольно мрачно. Вроде все было на своих местах. И лес есть, и воздух чистый, и палатка там, где надо стоит. Но вожделенный прекрасный отдых серьезно подпортила одна деталь. Виктор немного не подумал о том инструменте, который будет просто необходим ему для того, чтобы полноценно прожить в лесу несколько дней. Всем привет! Меня зовут Александр Калужин, и это программа «Советы туристу». Бывают такие случаи, что в путешествии вдруг что-то выходит из строя. Отламывается, трескается, отрывается. Чтобы все эти поломки не разрушили ваши планы по воссоединению с природой, помимо основного снаряжения, нужно с собой взять еще кое-что. Сегодня поговорим о походных инструментах. Что же не так пошло у нашего друга? Сначала что-то стряслось с горелкой. То ли забилось, то ли еще что. В общем, быстрого огня в лагере не получилось. Нужно было добыть дров, но и с этим возникли сложности. Ведь под рукой нет ни пилы, ни топора. А еще никаких приспособлений для вскрывания консервной банки, починки молний и ботинок. Итак, у Виктора было сразу несколько непредвиденных проблем. И ни одного инструмента, чтобы хоть как-то что-то решить. Пока Витя тут и дальше будет проверять себя на силу и крепость духа, я отправлюсь в специализированный магазин и выберу для него нужные походные инструменты. Внимание, друзья! Если вы хотите иметь приспособление для разрешения любых нештатных ситуаций, то эта программа для вас. Сегодня мы расскажем о том, как выбрать такие базовые в арсенале туриста инструменты, как мультифункциональный нож, карманную пилу и топор. Легкие и практичные складные ножи, топоры, пилы, лопаты и, конечно же, мультитулы с множеством функций. От пилки для ногтей до отвертки и пассатижей. Все это сильно облегчает жизнь путешественника. Это если в городе у вас возникла мелкая поломка или непредвиденная проблема, стоит только руку протянуть и вот вам с десяток приспособлений для их устранения. Но вдали от цивилизации это другое дело. Тут любое затруднение нужно решать с помощью подручных средств и в кратчайшие сроки. Поэтому лучше, чтобы эти средства были что надо. Антон, привет! Привет, Саша! Подскажи, что из инструментов взять путешественнику-новичку? Ну, пожалуй, самый популярный инструмент – это инструмент мультитул. Они бывают разного размера, разной комплектации, разного веса. Ну, а на что нужно обратить внимание, когда его выбираешь? Ну, самое главное, в каких условиях будете их эксплуатировать. Соответственно, если будут длительные походы, лучше взять более усиленные модели, они, единственное, будут чуть тяжелее. И обычному новичку, в принципе, подойдет сабграмовый, самый простой, с минимальным набором функций. Обратите внимание еще и на то, чтобы мультитул было удобно держать в руке. А все его элементы легко доставались и выглядели крепкими и надежными. И вот еще актуальный вопрос над природой. Как драмата заготавливать? Ну, с собой полезно брать топор и пилу, если, конечно, топор не будет превышать полтора килограмма веса. Если, опять же, группа небольшая, можно взять вот такую маленькую сцепную карманную пилу. Вот это пила? Да, это проволочная пила. Она очень компактная. Лучше ее брать в определенной упаковке, потому что она может повредить одежду. Ну, в принципе, для эксплуатации подойдет. Мультинож, топорик и пила. Вот такой набор мы собрали для нашего героя. Все разработано специально для использования в походных условиях, а потому компактная и теоретически безотказная. Если топоры я просто уважаю, то мультитул заставляет мое сердце биться чаще. Мне кажется, это абсолютная радость для большинства мужчин, у которых в детстве был обычный складной ножичек. Но неискушенному туристу нравится любой красивый металлический предмет, поэтому покажу-ка я наше приобретение одному знатоку. Что он скажет? Путешественник-новичок обычно впадает в одну из двух крайностей. Он или вообще забывает с собой взять что-либо из инструментов, или наоборот, на всякий случай, тащит с собой на природу все подряд. Опытный же турист таких ошибок не допустит. Он уж точно знает, что в его рюкзаке каждый полкилограмма на счету, и набор инструментов должен быть оптимальным. Знакомьтесь, это Александр Рябухин. Человек, который решает бытовые походные проблемы любой сложности. Он в совершенстве владеет туристическими инструментами. Настолько хорошо, что может, не отходя от палатки, вырвать товарищу больной зуб, поставить с рук, постричь или побрить. И это только ножом, не говоря уже про другие инструменты. Александр, здравствуйте. Ну, выскажите свою профессиональную точку зрения о наших новых покупках. Ну, я смотрю, игрушки у вас новые, но вещь крайне необходимая. Кстати, не только туристу. Мы очень часто выезжаем на рыбалки. Иногда такие вещи используют в своей практике охотники для обустройства, для жилища, для создания комфортных условий на биваке. Сначала эксперт оценил наши приспособления для подготовки походного костра. Ну, первая необходимая вещь, конечно, топор. Кстати, вот это довольно серьезная модель. Сделана она из высоколегированной стали, хороший угол заточки, короткая рукоятка, но использовать его нужно для мелких вещей. Хотя работает он замечательно. Попробуем на практике. Вот эта вещь называется пила проволочная. Скажем, это специфическая вещь, которая используется туристами для нарезки достаточно мелкого по толщине. Брёвен, каких-то ветвей для заготовки костра. А вот это вещи, которые появились в последнее время, но весьма удобные в работе. Что здесь должно быть, что пригодится, а что не нужно совершенно из этих приспособлений? Ну, во-первых, конечно, нож. Нож, вернее, это нет, это не нож. Это линейка. Это линейка. А вторая сторона её представляет в виде надфиля или напильника. Вещь, кстати, удобная. Отвёртка. Отвёртка с широким полотном. И, наконец, вот как раз нож. Нож – это вещь крайне необходимая, достаточно острая. Ну, допустимая длина лезвия. Да, это битодержатель. Одеваем биту, и затем можем воспользоваться различного рода мелким инструментом. Шестигранниками, плоскими отвёртками или крестовидными. Пассатижи. Эта вещь очень часто используется туристами. Для чего? Ткани грубые, иголки толстые. Иногда пальцы не в состоянии просунуть иголку. Ну, например, для стопания рюкзака там или грубой ткани палатки. Вот, тогда пользуются пассатижами. Кстати, сковородочку или что-то вытащить из огня тоже можно использовать пассатижи. Ну, не говоря о том, когда они используются чисто в механике. А что всё-таки не нужно? Есть такие какие-то ненужные инструменты? Да нет, я думаю, что здесь всё оптимально. Итак, наш эксперт оценил, насколько функционален и компактен наш мультитур. В нём есть буквально всё, а вес при этом невелик. Удобно и возможность закрепить мультинож в чехле на поясе или на лямке рюкзака. Александр, большое вам спасибо за интересную беседу. Ну что ж, по всем критериям мы выбрали для нашего героя хороший набор взрослого бойскаута. Помимо мультитула со встроенными плоскогубцами, отвертками, напильником и ещё десятком разных опций, а также компактного топора, мы выбрали удивительный на вид предмет – карманную цепную пилу. Как указано в техническом паспорте, этому инструменту должны поддаваться брёвна хвойных и лиственных пород небольшого диаметра – до 15 сантиметров. Этакий гибрид велосипедной цепи и бензопилы. Такую в руках вообще никогда не держал. Попробуем. В качестве жертвы распила мы выбрали бревно средней степени сырости. Его мы нашли в лесу, неподалёку от лагеря нашего героя. Не сразу, но всё-таки стало понятно, как работать этим инструментом. Ничего не получается, и я понял, почему. Нужно бревно положить на что-нибудь, чтобы пила не въедалась в землю и будет более удобно. Попробуем. Ну вот, другое дело. С заданием карманная цепная пила справилась отлично. За считанные минуты. Без лишнего шейма и пыли. Очень удобная вещь. Зубья даже не затупились, правда, пила подзабилась мелкими опилками. Но это всё очень легко чистится. Ну и самое время передать эту хорошую штуку нашему другу-дикарю. Витя, хватит уже грустить. Держи, это всё тебе. Так, топор и пила, чтобы дрова заготавливать. Мультитул для всяких разных прочих ситуаций. Можно для мелкого ремонта его использовать. Например, твой примус починить. Ну или в лесу орехи колоть. Поздравляю. Герои. Итак, если и вы в ближайшее время собрались отправиться на поиски походного инструмента, напоминаем. Первое, что вам понадобится, это мультифункциональный нож. Или мультитул. Выбирайте среднюю или крупную по габаритам версию, чтобы нож был способен выдержать достаточно сильную нагрузку. Ответственно подойдите к выбору комплектации. Не стоит гнаться за излишним количеством опций. Подумайте, что вы действительно будете использовать. Для заготовки дров вам понадобится компактная карманная цепная пила, а также туристический топор. При выборе последнего не берите слишком тяжелый или, наоборот, очень уж легкий вариант. Все инструменты должны удобно лежать в руке. На сегодня выбор сделан. Не пропускайте выпуски наших программ, и тогда никакая нештатная ситуация в походе вас не застанет в расход. Это была программа «Советы туристу». Всем пока!